Да, а может, расскажешь еще немножко о своей общей идее и идеологии, потому что многие думают, что ты там экстрасенс, туда-сюда, уедешь. Я экстрасенс, я победитель битвы экстрасенсов вообще. Уж если мы так об этом говорим, но я не люблю слово экстрасенс. Потому что на самом первом испытании, на которое я пришел, это было испытание в багажник Сергея Сафронова, который проводил это испытание. Первый вопрос был, а вы экстрасенс? Я ему сказал, а что для вас значит слово экстрасенс? Слово экстрасенс уже очень опошлено, замылено и, как это сказать, попслено. У него уже нет сакральности. Мне больше нравится слово чувствующий, да. Я больше чувствующий. И я работаю огромным количеством способов и методов, которые я попытался показать, опять же, на битве. Не все, не все это поняли. Но думаю, что я выгодно отличался от многих участников битвы экстрасенсов тем, что я работал через медитацию. Через то, что я пропускал через себя энергию, соединяясь с чем-то высшим, откуда мне и приходила информация. Я очень люблю работать через тело. Потому что я считаю, что тело самый простой и самый правдивый инструмент, потому что тело никогда не обманываю. Никогда. Есть так называемый язык тела, и тело рассказывает все. Нужно просто научиться его читать. Все не больше, не меньше. Больше про какого-то электросенсорику я не хочу говорить. Потому что я устал от этого. Я устал от битвы. Я устал от того ажиотажа, который происходит. Я устал от многих вещей, которые тянутся шлейфом, пост, этих всех каких-то телевизионных шоу, провокаций. Я не хочу больше на многих героев. Извините. Я шел на битву из любопытства. Мне до сих пор еще есть вещи, которые просто мне любопытны. Я никогда до участия в битве не смотрел ни одного выпуска битвы из космоса. И поэтому, когда пространство меня подвело к тому, что участвовать или нет, у меня сомнения не было. Да, я участвую, я сыграю в эту игру. Сейчас огромное количество глаз смотрит тебя, и что-то от тебя ждет. А что ты можешь, что ты хочешь дать, хоть сейчас? Я хочу дать людям. Все, что я хочу дать людям, это честность перед самими собой. Честность перед своей душой, перед своей совестью. Ну и перед Богом. Внутри каждого из вас. Меня очень сильно распяли после того, как я озвучил, что я Бог, имея в виду то божественное, что есть в каждом из нас. И вот это божественное, его нельзя предавать. Нельзя брать самому себе. И это можно познать, в моем понимании, только через медитацию. И то, что я хочу дать людям, это медитация во всем. Что бы они ни делали, что бы вы ни делали в своем дне, в своей жизни, а какие бы практики вы ни использовали, самое главное, будьте честными перед самими собой. И в моем контексте я хочу быть честными перед теми, кто на меня смотрит. Для меня это очень важно. Это все.